Вебинар. Мы сейчас с вами разберем разминку, делаем разминку, погреем наши мышцы на лице. Кстати, эту разминку уже Клин Кеннеди, известная жена президента, она делала в качестве гимнастики для лица и до конца своих дней выглядела очень классно, очень великолепно, не прибегая к каким-то пластическим операциям, индиционным методам и так далее и тому подобное. Поэтому даже разминку вы можете взять на каждый день на вооружение и делать ее вне зависимости от того, где вы находитесь, есть ли у вас зеркало, просто идя до ванны, что-то там делать и уже будет какой-то результат, какой-то плюс, будете увеличивать свой кровоток, греть свои мышцы, в общем, будить в своем лице жизнь, которая, к сожалению, с каждым днем увядает. Почему? Потому что гравитационный птоз рано или поздно настигнет любого человека на планете Земля, вне зависимости от того, что вы там с лицом делаете. Это неизбежно, вы должны это понимать. Но при этом процессы, возрастные процессы могут у всех протекать по-разному и мы можем вмешаться в эти процессы и повлиять на них, тренируя, работая над своим лицом, формируя каркас лица, поддерживая жизнь в нем, усиливая кровообращение, усиливая обменные процессы. Вот, таким образом. Так, к чему я это все веду? А, я хочу сказать, что ученые доказали, что если бы мы лицом работали точно так же, как телом, да, ой, наоборот, если бы мы телом работали и двигались точно так же, как лицом, мы управляем или двигаем, да, без дополнительных нагрузок, то к 30 годам мы бы не смогли встать с кровати. Вот поэтому задумайтесь, насколько обездвижено наше лицо, насколько оно не работает и насколько мы можем впустить туда в жизнь. Ну все, я надеюсь, все помыли руки, приготовили зеркала. Давайте с вами сначала продышим лицо, сделаем несколько вдохов и выдохов. Сделаем три вдоха и выдоха. Давайте, сделаем вдох, глубокий через нос, выдох через рот, будем дышать грудной клеткой. Мало ли, у нас есть беременные, поэтому мы подышим именно у грудной клетки. Давайте вдох вместе со мной и выдох. Еще глубокий вдох и выдох. И еще глубокий вдох и выдох. Мы насыщаем таким образом клеточки нашей кожи кислородом. Может быть, у кого-то закружилась головолова, но ничего страшного, сейчас все пройдет. Дальше давайте с вами погреем мышцы нашего лица. Широко артикулирую, сейчас будем проговаривать звуки. Звуки у нас будут такие. Послушаем сначала, потом вместе со мной будем повторять, смотря на себя в зеркало и видя, что происходит с нашим лицом. О, Лариса пишет, что да, уже очень помогло. Ну вот видите, Лариса, я же вам говорила, что главное трудиться, и все у вас получится при тех моментах, которые у вас уже есть. Так, звуки произносим такие. Отвлеклась немножко на чат. Звуки такие. Мы будем широко открывать рот, но при этом у нас ничего не должно напрягаться, мы просто греем все, что у нас здесь находится вокруг рта, все мышцы. Звуки такие. А, О, У, Э, И. Рот открываем широко, напоминаю, но А, О, У. Вот так вот мы ничего не делаем. То есть у нас должно быть все очень красиво. Давайте вместе. Вы смотрите на себя в зеркало. Я, к сожалению, на вас не могу посмотреть, ну, либо на меня можете смотреть и в зеркало одним разом. Давайте сделаем пять раз. А, О, У, Э, И. Еще раз. А, О, У, Э, И. Еще раз. А, О, У, Э, И. Хорошо. Надеюсь, у всех получилось. Если что-то не получилось, если что-то наблюдали, у кого-то, может быть, затряслись губы, у кого-то не получилось широко открыть рот, напишите мне в комментариях. Такое тоже может быть, потому что артикуляционный аппарат бывает, и округовая мышца рта настолько зажата, и мышца вокруг настолько зажата, что элементарно человек не может даже рот открыть, произнести вот эти вот звуки. Может быть, вы у себя такое нашли. Дальше мы сейчас будем очень легко выдвигать челюсть вперед-назад. Значит, мы будем греть наши жевательные мышцы. И здесь внимательно смотрите за своим челюстным суставом. Если у вас будет какой-то дискомфорт сильный, то вы уменьшаете амплитуду, значит, не выдвигаете так сильно челюсть вперед. Ни в коем случае нам челюсть не нужно напрягать в этом упражнении. То есть должно быть очень все легко. Такое лайтовое движение челюсти вперед. Если совсем вам некомфортно, то вы не делаете это упражнение. Что делаете, покажу сейчас. То есть мы что-то делаем. Очень легко выдвигаем челюсть вперед-назад. Вот так. Это очень полезный еще плюс такой лечебный вам эффект. Очень хорошо полезный для суставов, челюстных суставов. Это зубные врачи говорят такое. Повыдвигаем. Хорошо. Если у кого-то сильный дискомфорт, либо вы не можете выдвигать челюсть вперед, вы работаете челюстью вверх-вниз. Вот так. Открываете, закрываете рот. Челюстью работаете вверх-вниз. Хорошо. Дальше погреем наши губы, нашу круговую мышцу рта. Будем смыкать и размыкать губы, чтобы у нас получался звук П. Представьте, что вы сжали губы внутрь и выплюнули их, чтобы у нас такой звук получался. Тоже здесь все напрягаете. Если у вас верхняя губа не работает, старайтесь, чтобы она работала внутрь. Бывает, что вы поджимаете либо нижнюю губу, либо верхнюю губу, чтобы обе губы, они уходили внутрь и потом выскакивали наружу. Хорошо. Видимо, у всех все получается, все увеличены процессом. Здорово. Дальше мы сейчас погреем наши щечные мышцы. И за счет этой разминки, которую мы сейчас будем делать, у вас пойдет хороший кровоток. И также, когда мы будем сейчас надавать щеки, это очень классно расслабляет мышцы, которые находятся в носогубном треугольнике. Очень хорошо надуваем. И руками мы будем сопротивляться. Представьте, что ваши щеки – это воздушный шарик. Вы его пытаетесь сдавить, а воздух из воздушного шарика сопротивляется, не дает. Не нужно давить так сильно, чтобы воздух не мог удержать ваше давление. То есть старайтесь сдавить равномерно, чтобы и воздух мог сопротивляться изнутри, и снаружи вы давили так, чтобы не продавливать вообще щеки, не прижимать их там туда сильно глубоко. Я показываю. Подержали 3 секундочки, отпустили. Смотрите, я рекомендую руки ставить вот так, ни в коем случае не высоко, чтобы не было вот таких моментов. И ближе к губам, потому что иногда, когда вы надуваете, у вас появляются кисетные морщинки над верхней губой. Вот чтобы это вас не смущало, и чтобы они не усугублялись, мы вместе с губами вот так вот прижимаем. Итак, надуваем. Сдули. Еще. 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 Тепло, наверное, уже начинаете чувствовать. Могут щечки уставать, если первый раз вы делаете упражнение. У кого-то, может быть, не получается надувать щеки. Не стоит расстраиваться. Наоборот, это у вас зона роста. То, что вы должны делать прямо постоянно-постоянно. Да, Саша, добрый вечер. Алектина Козловская, добрый вечер. Давайте присоединяйтесь нам быстрее. Еще щечки надуваем. И еще. И еще раз. Хорошо, молодцы. Надеюсь, у всех получилось. Теперь мы будем надувать щеки попеременно. Надуваем правую, левую щеки. Стараемся, чтобы у нас рот вот сильно туда-сюда не ерзал, чтобы не было таких вещей. И следите за тем, чтобы у нас заполнялось вот это вот пространство, да, носогубной зоны. Чтобы мы как бы разжимали его и разглаживали. Надуваем не только внизу, но полностью всю щеку пытаемся надуть. Давайте вместе. Бывают такие моменты, что вам кажется, что у вас здесь что-то заламывается, поджимается. Не стоит этого бояться, пугаться. Потому что, поверьте мне, в жизни вы делаете намного больше ужимок, чем происходит этот момент, когда вы надуваете. Если совсем вас это смущает, можете придерживать. То есть одну. То есть той стороны, с которой вы не надуваете, вы придерживаете, чтобы вас этот залам, там, морщинки не смущали. Хорошо. Теперь, надеюсь, понятно, все, надеюсь, в процессе. Теперь будем надувать верхнюю и нижнюю губу. Тоже очень бывает спазм в носогубной зоне. И вот здесь вот тоже, когда у нас есть мышцы, опускающие нижнюю губу, тут у нас часто бывает спазмировано, зажато. И у нас бывает зажат подбородок. У меня подбородок тоже еще не совсем разжат, потому что я носила брекеты, я сейчас очень много над этим работаю. Показываю, как мы делаем. Мы сейчас надуваем верхнюю губу и надуваем нижнюю губу по очереди. Надуваем таким образом, чтобы у нас вот это пространство, оно все заполнялось, как будто бы вам положили валик. Для того, чтобы был воздух не только над губой, старайтесь надувать вместе с щечками и вместе с нижней третьей лица. Вот так вот. Я могу делать это намного быстрее, чем сейчас, и могу делать быстро. Вы за мной никуда не торопитесь, вы делаете в своем темпе. Главное делать это качественно, а не абы как. Если вдруг у вас не получается протолкнуть воздух, вы можете себе помочь пальчиками. Только деликатно и любя себя, без фанатизма. Если у вас не получается надуть верхнюю губу, вы ставите пальчики вот так, под щечки. Сюда не под губу, а под щечки. Надуваете верхнюю губу и как бы воздух чуть-чуть проталкиваете. Только не нужно вот так вот сильно давить. Очень легко и деликатно. И вниз точно так же. И вверх, и вниз. При этом следим, чтобы у нас лоб, все было расслаблено. Не забываем дышать носом. Как правило, мы забываем дышать в принципе, когда мы что-то делаем. Поэтому носом не забывайте дышать. Давайте еще. Хорошо. Теперь давайте по кругу перемещаем воздух. Надуваем верхнюю губу, щеку, нижнюю губу, другую щеку. По кругу. И в обратную сторону. Молодцы. Алена спрашивает. А если при надувании щек образуются кисетные морщины? Алена, смотрите, если вы надуваете обе щечки, вы придерживаете пальчиком. Вот так. Если по переменам надуваете, ничего страшного. В этом нет. Поверьте мне, в течение жизни вы поджимаете губу сильнее, чем это происходит. Плюс сегодня я буду давать упражнение, которое, надеюсь, мы на него доберемся, которое как раз-таки корректирует момент кисетных морщинок, либо предотвращает появление кисетных морщинок. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Хорошо. Теперь давайте одновременно погреем глазки наши. Будем открывать ее так широко глаза, закрывать. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Стараемся, чтобы у нас брови не подскакивали. Не подскакивали брови. Если вдруг брови подскакивают, держим. Работаем здесь веком. Только веком. Жмурить глазки не нужно. Просто широко открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. К нам продолжают присоединяться девочки. Всех приветствую. Хорошо. Погрели. Теперь разомнем нашу шейку. Если у вас есть какие-то проблемы с шеей, то будьте достаточно деликатны. Но если они у вас сильно конкретно есть, то вы знаете ваши противопоказания. Если вы испытываете какой-то дискомфорт, когда мы сейчас будем разминать шею, то либо не делайте, либо делайте очень деликатно, чтобы не было болевых ощущений. Садимся ровно. Обязательно спинка у нас ровная, прямая. Будем наклонять голову вперед и назад. Хорошая амплитуда. Она достаточно деликатная. Вперед-назад наклоняем голову в таком среднем темпе. Не нужно никуда спешить. Спинка ровная. И задержимся впереди. Руки сложим на затылок замок. Надавим на затылок слегка. Потянем еще больше заднюю поверхность. Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. Наклоним голову назад. Потянемся подбородком в потолок. Потянем переднюю поверхность шеи. Из этого положения прокатим затылок по плечам. Очень деликатно. Вот так вот класть затылок на холку не нужно. Очень деликатно. В исходное положение. И потянемся ухом к правому и левому плечу. Лариса спрашивает. Пока тянемся, я отвечу на вопрос. Сколько упражнений, сколько раз повторять каждое упражнение? Так как это у нас сейчас разминка, мы повторяем по 5-10 повторений делаем. Достаточно этого будет. И задержимся над одним плечом. Добавим вес руки. Еще больше потянем боковую поверхность шеи. И в другую сторону сделаем то же самое. Хорошо. И сделаем полный поворот головы в одну сторону. И в другую. Стряхнем плечи. Хорошо. Замечательно. Это мы сделали с вами разминку. Надеюсь, вы себе нам дали на ус. Почерпнули для себя что-то новенькое. И вполне возможно, кто-то из вас уже устал. Но это была только маленькая вишина айсберга. Мы сейчас будем раскапывать весь айсберг. Перейдем непосредственно к нашим мышцам, которые у нас находятся на лице. Сделаю такое небольшое... Ну, не отступление, а в дополнение к нашей тренировке. Это то, что вы должны знать, понимать. И только через понимание вы начнете тренироваться правильно. То есть если этого понимания нет, зачем вы делаете упражнение, как оно работает, что мы должны ощущать, какая у нас должна быть фиксация. То есть смысла в упражнении тогда не будет. То есть только через осознание того, что вы делаете, вы можете делать это правильно и получать свои результаты. Я надеюсь, вы все тут осознанные люди, и вы это прекрасно понимаете. Итак, что такое фейсбилдинг? Фейсбилдинг, либо гимнастика для лица, кто-то ее йога для лица называет, фейсфитнес. Да, стало тепло, Катерина пишет. То есть это все название одного и того же. Мы прорабатываем мышцы нашего лица, делаем их более объемными, приводим их в нормальный тонус, не гипертоничными, их оставляем и не в гипотонусе, а делаем, работаем так, чтобы у нас был нормальный тонус мышц, чтобы они у нас были объемными, чтобы у нас был молодой красивый каркас, на котором у нас лежит все остальное. То есть наши мышцы – это наша основа, на которой лежат все ткани, которые находятся сверху. Я надеюсь, это вы должны понимать. Какие возрастные изменения у нас вообще есть с лицом? Как это выглядит? Первое – это возрастные изменения, как я уже вначале сказала, когда под силой гравитации у нас лицо просто начинает стекать вниз. Это гравитационный тост. Это то, что любого человека ждет в этой жизни. И именно гимнастика для лица, именно то, что мы работаем мышцами, мы поддерживаем их в нормальном тонусе и делаем их объемными, мы держим каркас лица и замедляем естественные процессы нашего возрастления. Потому что природа нам подарила, сделал огромнейший подарок, потому что мышцы на теле, на лице – это единственное, наверное, что можно восстановить в любом возрасте. Конечно, чем вы старше, тем сложнее это сделать, но все же это так. Это одна сторона того, что у нас происходит с лицом. И вторая сторона, вернее, какие изменения у нас могут быть, то есть это возрастные изменения, и второе – это наши вредные мимические привычки. То есть мы рассматриваем именно комплекс этих факторов. Нельзя работать либо только качать мышцы, либо только расслаблять наши заломы, заломы, которые в спазме находятся и которые образовались из-за того, что мы мимика постоянно там что-то зажимаем, поджимаем, у нас просто мышцы спазмированы. То есть мы это действуем комплексно. Вы должны еще понимать, что у вас есть вредные мимические привычки, с сегодняшнего дня старайтесь их отслеживать и от них избавляться. И вы сделаете себе 50% того, что у вас на лице будет все хорошо. Все спрашивают, да, всегда говорят, ой, и что это? Значит, я сейчас, если я уберу эмоции, я буду как мумия ходить. А я говорю, а посмотрите на меня, я что хожу как мумия, у меня очень эмоциональное лицо. Но при этом я умею управлять своей мимикой таким образом, чтобы у меня не было никаких морщин и заломов. И именно упражнения нас учат этому, у нас есть такие упражнения. Вот, поэтому вот этот комплексный подход тоже нужно учитывать. Ну и третья составляющая, это нужно нам расслаблять свое лицо. Потому что мы постоянно ходим напряженными, мы даже не замечаем, что оно у нас напряжено. Поэтому, девочки, мальчики, расслабляйте свое лицо. Ходите с расслабленным, красивым лицом. И от этого, поверьте, вы себе сделаете только лучше не только на лице, но и в психоэмоциональном вашем состоянии. Жанна спрашивает, если стоять лицевыми за нитей, тогда возможен ли фейс-гимнастика? Да, да, просто будет сложновато. Да, возможно. Ну, если вы хотите от этого всего уйти, то, что там стоит, то да. И будьте готовы, что это быстрее все расслабится, если вы будете заниматься. Я опять-таки обращу внимание на то, что вы сейчас смотрите прямой эфир именно из школы Евгения Баглык. То есть я сегодня буду позиционировать систему, которую, так скажем, не то, что придумала, а разработала Евгения Баглык. И на сегодняшний день лично для меня это одна из лучших систем, которая существует вообще на планете Земля. Потому что есть понимание строения лицевых мышц, есть понимание, как над ними работать. И обратите внимание на то, тоже сейчас сразу же скажу, у нас на лице очень много мышц. Очень много мышц. Их 50, порядка 57. Они у нас все взаимосвязаны. И они у нас имеют очень одну особенность, вернее. Они у нас имеют либо одно жесткое крепление, либо не имеют крепления вообще. Эту особенность мы учитываем. То есть в нашей школе эта особенность устроения анатомии лицевых мышц учитывается очень жестко и очень четко для того, чтобы вы не наделали себе других ни заломов, ни морщин, ни моментов. Это мы учитываем с помощью фиксации. Поэтому сегодня особое внимание обратите на фиксацию. На фиксацию, как я буду фиксировать и на что я буду обращать внимание во время фиксации. То есть это очень-очень важно. Что такое жесткое крепление? Это крепление кости. На руке, допустим, или на ногах, на мышцах у нас два жестких крепления с двух сторон крепятся. Поэтому мышца, она закреплена, она не тянет за собой кожу и она не делает заломов. Здесь же у нас, допустим, скуловая. Здесь крепление есть, здесь крепления нет. Она крепится к круговой мышцам, рта вплетается с тканью кожи. Поэтому здесь мы будем держать для того, чтобы создать это жесткое крепление и мышца у нас работала, сокращалась. Правильно. Да, спасибо. Уже, конечно, относительно... Молодая была, не молода. Мне 34, но я стараюсь сохранить свои природные данные как можно дольше. И естественным путем, соответственно. Руки, которые мы кладем на лицо во время упражнения, должны двигаться? Нет, они не должны двигаться. Сейчас мы рассмотрим. Итак, надеюсь, такая вводная часть понятна. Давайте приступим непосредственно к тренировке после разминки. Первая зона, с которой мы начнем, как вы уже, наверное, знаете, понимаете, либо догадываетесь, кто-то может догадываться, кто-то нет, это наш лоб. Лобная мышца выглядит у нас в виде двух таких прямоугольничков. С одной стороны она сплетается вот сюда, в надбровную дугу, здесь жесткого крепления. Дальше у нас она вплетается в сухожилие шлем, и вся эта конструкция крепится у нас вот здесь. Вот жесткое крепление, крепление косточки у нас вот здесь. Поэтому у нас, да, с возрастом, как правило, вообще в принципе у нас есть подвижность только вот сюда, вперед, да, и назад ее, как правило, нет, потому что у нас здесь вот, да, в области апоневротического шва может быть застой, зажимы, там, прилипшая может все быть. Но почему-то вперед у нас очень прекрасно все двигается. Так вот, вот представьте, лобная мышца у нас с возрастом, она и так тоненькая, она, конечно, такая достаточно большая, но она при этом достаточно тоненькая. Она у нас теряет свой объем, и она уже не может вот эту вот всю массу, вот видите, если я сейчас вот так делаю, у меня все нависло, вот так вот раз и нависло. То есть у нас это все может спуститься вниз. Мышца у нас не держит, кожа у нас, с возрастом кожи больше не становится, у нее просто нет объема, на котором она была, она становится такая более дряблая. Плюс, если у вас есть вредные мимические привычки, вот такие вот различные, да, на лоб, мы поднимаем брови вверх, вот так вот щуримся, видите, то есть если бы у меня стояло что-то, я бы так не смогла сделать ни в коем случае. Вот, и у нас еще появляются морщинки, горизонтальные морщинки на лбу, вертикальные морщинки на лбу. Плюс наш лоб, это наше верхнее веко. Вот у нас все потекло, лоб не держит, и все, ткани начинают опускаться, и привет, опущенные брови и веки, нависшие вниз. Поэтому наш лоб, я еще раз много раз это буду повторять, это не только наш лоб, это наше еще верхнее веко. Поэтому если у вас идеальнейший лоб, то все равно его нужно работать, чтобы у вас были идеальнейшие веки. Вот так. Итак, первое упражнение. Мы сейчас будем работать, именно делать базовое упражнение с базового курса, упражнение на большую мышцу лба, так скажем, основное такое упражнение. Мы сейчас будем поднимать брови наверх, как будто бы мы удивляемся, вот так вот. Удивленно так вот поднимать брови наверх. Достаточно легко это делаете. При этом обратите внимание, что мы должны поднимать не только, допустим, внешние уголки или только внутренние уголки, мы должны поднимать полностью все брови. Это очень важно. Иначе вы будете себе делать другие проблемы и не прорабатывать, извиняюсь, слов, так, как это нужно сделать. Еще такой нюанс. Если у вас очень много морщин на лбу, значит, он у вас очень спазмирован, и вы делаете очень много мимики, вне зависимости, какой у вас возраст, я подчеркну это, вы делаете очень много мимики, он у вас спазмирован, именно вот такой вот какой-то вы делаете мимики. Ну, что-то вот такое вы делаете. Поэтому именно вам нужно будет делать упражнение очень легко. Для чего? Для того, чтобы нам вот эту нашу мышцу лобную вывести из спазма. Вы привыкли, вы даже уже этого не ощущаете, что у вас постоянно вот как-то вот так происходит, и мышцы уже там настолько зажаты, что у вас все ушло внутрь. То есть появились морщинки, заломы, да, вот эти вот поля, борозды, как я их иногда называю. Поэтому вы делаете в более лайтовом режиме. Что значит в более лайтовом режиме? То есть вы очень легко будете поднимать брови. Не нужно без памяти их поднимать на миску, чтобы вы могли удержать все вот здесь. Итак, про поднятие бровей понятно, как мы фиксируем в этом упражнении. Мы располагаем пальцы на бровях. Ладошками мы обнимаем виски. Каждый пальчик, посмотрите, у меня стоит на лбу. То есть я не кладу вот так в замок. Я не вот так вот как-то делаю. У меня каждый пальчик, причем они друг к другу очень плотно располагаются, мы ставим над бровями. Ладошками я обнимаю виски. Мне удобно, когда у меня пальчики вот так. И я могу удержать свой лоб, чтобы у меня там ничего не скухожилось. Вы вполне возможно поставите пальчики чуть-чуть поглубже. То есть вы смотрите у себя, как вам удобнее. То есть вам нужно приспособиться, но ни в коем случае не в замок. Дальше, какой здесь еще нюанс? Пока я объясняю, вы можете либо примерить, но долго не стойте с руками, они у вас устанут. Еще успеют. Дальше, смотрите. Вот эти вот пальчики, вот эти, которые у меня стоят, кроме мизинцев, я их сильно не прижимаю. Я держу кожу, но я не прижимаю очень сильно мышцу, то я ее не блокирую. И плюс, если вы сильно здесь прижмете, у вас автоматически будет напрягаться шея и руки. А нам это не нужно, вы очень сильно устанете сразу. То есть максимально, где мы можем прижать, это мизинцы, вот здесь. Все, зафиксировали. Дальше я поднимаю очень легко брови наверх, упираюсь в мизинцы, а мизинцами как бы не даю бровям дальше подняться. Вот так вот. Подняла, на секунду задержала, посмотрела, что я подняла обе брови, подняла всю поверхность брови, задержала и отпустила. Сейчас я все скажу. Дальше. Какой здесь еще есть нюанс? Иногда вы делаете вот так. Брови у вас пошли вниз, а вы вот так вот давите вниз ладошками. Вот так, видите? Вот так. Тоже это неверно. То есть руки должны стоять как вкопанные. То есть вы подняли, уперлись, отпустили. Подняли, уперлись, опустили. То есть вот так вот быть не должно. Дальше у вас не должны вместе с бровями подниматься туда руки. То есть руки должны быть статичны. Так, сейчас я посмотрю тут вопросы. А в каком темпе делать упражнения, если жарко? Мы сегодня все упражнения будем делать в среднем темпе. Как вы определяете, Алена пишет, легко податься тренировкам то или иное лицо? Нет. А, любое лицо подается тренировке. Любое. Потому что там, если есть, что тренировать, а там мышцы есть, там есть, что тренировать. Только в зависимости от того, какого возраста и какие у вас уже есть дефекты, конечно же, там есть разница, насколько быстро это произойдет и до какой степени можем скорректировать тот или иной дефект, если он уже существует. Итак, давайте колбу. В среднем темпе мы сейчас будем поднимать с вами 30 раз брови наверх. Поехали. 10, 9, 8, 7. Хотя нет, девочки, давайте сделаем 20 раз. 6. Потому что, чтобы нам успеть, все. 5, 4, 3, 2, 1. И еще сделаем 10 раз. 10, 9, 8. Еще поднимаем 7. 7, 6. Обязательно задерживаем на секунду. 5. Дышим носом, плечи опустили, рот расслабили, попу расслабили. 4, 3. Про пятую точку я не пошутила. 2, 1. И подняли брови на 5 секунд, задержали, держим. 5, 4, 3, 2, 1. И расслабили. Хорошо. Так, что вы мне тут пишете? Как убрать были под щечками? Наталья, мы сейчас доберемся до этого момента. Мы только начали с лба. Качать лоб в том числе и надо, чтобы убрать были. Ощущение напряжения в нижней части лица, под нижней челюстью шеи, когда прокачиваю лоб. Конечно, Диана, потому что вы очень сильно вот так вот прижимаете, у вас все вот так вот напряглось без ума без памяти. Вам нужно именно начать, чтобы вот здесь вот вы не сильно прижимали. Вот смотрите, я сейчас сделаю, у меня тоже все сильно напрягает. Расслабьтесь. Опустите плечи. Здесь сильно не прижимайте, да. Вот, я же проговорила, что если мы здесь... Так. Колить так. Сколько раз в день делать, какое количество раз? Почему старые тоже делать легко? Да, делать легко, Татьяна. Делать легко? Почему? Потому что когда вы очень сильно будете поднимать брови, еще раз, у вас там, вы не сможете это удержать, потому что у вас очень сильное движение и так уже развито наверх. А если постепенно вы будете увеличивать амплитуду и чувствовать уже мышцу, и делать это из нормального состояния, да, мышцы, не спазмированной, тогда вы сможете раскачать эту амплитуду наверх, еще выше, выше, и вы уже там будете ловить уже совершенно другие ощущения. Ольга спросила, сколько раз в день делать, какое количество раз? Значит, мы делаем 30 повторений за подход. То есть 30 раз мы делаем 30 повторений. Сегодня мы будем делать 20 повторений, потому что, чтобы нам все успеть. Лоб можно делать несколько раз в день, если он у вас в плачевном состоянии. Глаза можно делать только один раз в день. Рекомендуем делать только один раз в день. Не будет ли все измождено на такого количества упражнений? Жанна, вот я, у меня сегодня вы, можно сказать, седьмая тренировка. Я сегодня 6 раз уже потренировалась, сегодня вы у меня седьмая тренировка. Выгляжу ли я изможденной? Мне кажется, нет, хотя я сегодня очень-очень устала. Так, дальше. Как убрать мышцу гордеца? Мышцу гордеца, я сегодня не планировала давать это упражнение, оно есть у нас в продвинутом курсе, там посмотрите. Сегодня я дам упражнение, которое будет формировать вас правильную мимику. Надеюсь, с этим упражнением всем понятно. Все без ума, без памяти делают. Напишите хоть что-нибудь у кого-нибудь, если вопросы возникли. У всех, что получилось, то, что поощущал. Получилось ли поднимать брови, получилось ли держать. Не было ли у вас заломов где-то, да? Напишите, пожалуйста. Дальше. Надеюсь, это упражнение было понятно. Следующее упражнение. Почему я его решила дать? Потому что оно очень классное, оно формирует у нас правильную мимику, и вы отучаетесь работать, так скажем, поднимать брови без ущерба для лба. Получается, только если широко открывать глаза. Вот. Юлия хорошее замечание написала. Я его, кстати, упустила, да. То есть, когда вы поднимаете брови наверх, старайтесь широко не открывать глаза. То есть, старайтесь отключать глаза и все остальное, что у вас может подключаться. То есть, у нас есть еще такое золотое правило. Если вы работаете над одной зоной, все остальные зоны должны отдыхать. Единственное, что здесь может подключаться в любых упражнениях, это уши. Если у вас в любом упражнении двигаются уши, то это супер. Любовь. Я вам уже ответила, вам или кому-то ответила из участников. Руки не двигаются. В некоторых упражнениях они могут двигаться на отдачу. То есть, допустим, когда мы работаем вот так, они могут двигаться на отдачу. То есть, у меня они не идут вместе с мышцей, вместе с кожей. То есть, кожу я придерживаю, а на отдачу движение есть. Отдача – это обратное действие. Когда мы делаем лоб, лоб всегда статичен. Руки всегда на лбу статичны. На глазах тоже всегда все статичны. Мы сейчас до этого доберемся. Давайте быстренько упражнение, которое у нас формирует правильную мимику и поднимает уголки бровей. Не наверх будем сейчас поднимать, а наверх и в сторону. Вот смотрите, например, я сейчас делаю мимику лобом. Делаю мимику лобом. Но при этом вы видите, что у меня идеально гладкий лоб. Этому можно научиться. И сейчас мы будем попробуем это сделать. Итак, секрет в чем? Секрет в том, что вы всегда поднимаете уголки бровей вверх. Вот если я сейчас вверх подниму, видите, у меня такие заломы здесь будут. Секрет в том, что нам нужно тянуться уголками бровей вверх и в сторону. Вот сюда. Вот сюда. Здесь у нас работает лобная мышца. То есть, мы работаем лбом. Мы тянемся вверх и в сторону. Как бы раздвигаем. Для того, чтобы это проще было сделать, мы будем фиксировать центр лба. Обратите внимание, вот так, не вот так, не вот так, не вот так, вот так. Над бровями. Над бровями, Марина, к сожалению, мы уже, да, напишите, какие там у вас заломы и где были. Я пока приступила к другому упражнению. Итак, зафиксировали центр лба. Сейчас мы пытаемся. Очень легко, не нужно безумно с памяти поднимать. Очень легко работать бровями вверх и в сторону. Здесь, если у вас появляются заломчики, то вы можете придержать мизинчиками. Но только если вы уверены, что вы держите заломы и что вы видите все заломы и вы их придерживаете. Итак, давайте попробуем. Сразу может не получиться. Итак, фиксируем центр лба и стараемся уголками бровей работать не вверх, а вверх и в сторону. Здесь могут подключаться уши. Если они подключаются, это очень здорово. И здесь должно быть ощущение, что вот этой зоной мы тянемся туда, к затылку, да, по диагонали. То есть здесь и височная доля может подключаться, но нужно понимать, что мы работаем именно лбу. То есть ощущение вы должны делать, ощущать во лбу. И при этом мы держим центр, чтобы у нас работали только уголки. Давайте сделаем еще. Медленно. Десять. В среднем темпе вернее. Девять. Внимательно смотрим на себя в зеркало. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Формируем правильную мимику. Три. Дышим. Два. Все остальное расслабили. Плечи опустили. Один. И еще. Губы расслабили. Можно приоткрыть рот. Челюсть разжали. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Видите, сколько одновременно сил нужно сделать? Пять. Четыре. Это реально. И потом это очень классно работает. Три. И последний раз сделаем статическую задержку на пять секунд. Подняли, задержали, держим. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И расслабили. Хорошо. Обязательно сделаем душ. Расслабим наш лоб. Да. Надеюсь, все упражнения понятны. Если у вас что-то не получилось, не стоит расстраиваться. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Обязательно расшевелите ваши уголки. И будете формировать правильную мимику. И не ваше лицо будет управлять вами, а вы будете управлять своим лицом. Поэтому учитесь управлять своим лицом. И вообще будет классно. Уши работают. Мощный лифт. Да, классный. Конечно, когда у нас уши работают, когда они двигаются, то это равносильно круговой подтяжке лица. Про уши сегодня не буду рассказывать. Давайте лучше дам больше каких-то практических упражнений. Ушами пробуйте шевелить сами. Смотрите видео. У нас есть там видео, как расшевелить уши. Итак, еще одно упражнение, которое я вам хотела дать на лоб. Сегодня очень много упражнений на лоб я даю. Которые вы можете употреблять каждый день. Употреблять, я уже заговариваю. Делать каждый день. То есть вы можете эти упражнения делать каждый день. И уже через 2 недели регулярных занятий, при условии, что вы делаете упражнения правильные, учитываете все нюансы, уже будет у вас результат. Цвет лица, тонус кожи уже улучшится. Поднимать уголки на пару миллиметров. И на классно, да. Виктория спрашивает. Перед упражнениями нужно смазать лицо кремом или оно должно быть сухим? Виктория, если у вас очень сухая кожа, и когда вы делаете упражнение, вы ощущаете жуткий дискомфорт, у вас, когда, если сухая кожа, она очень сильно впитывает, то, конечно же, лучше вам намазать лицо кремом. В любом другом случае, если у вас нет дискомфорта, когда вы работаете лицом, тогда можно не мазать, потому что если крем не впитается, то у вас руки будут скользить. Вот так. То есть смотрите здесь по комфорту. Как вам комфортно. Итак, следующее упражнение у нас разглаживает центральную зону. Также здесь у нас немножко вытягивается, да, разжимается мышца градицов. И здесь у нас работают мышцы сморщивающей брови. Они у нас вот здесь находятся. Это особенно для тех любителей, которые любят делать вот так. То есть моя мимика, вот видите, у меня тут такой залом, да, вот если я вот так сделаю, раньше вот этот залом у меня был вот здесь. В виде такой вот уже достаточно глубокой морщинки и начал формироваться. Вот. Я даже раньше ботокс себе делала в лоб, но это было очень давно. И неправда уже для меня. Вот. Итак, давайте будем работать мышцами, которые сморщивают брови. Что мы сейчас будем делать? Пока фиксацию не смотрим, я вам визуально показываю, что мы будем делать. Мы будем уголками бровей работать вот так вот вверх, как будто бы мы их раздвигаем. И мышцы гордеца, вот это центральная зона, и мы тянемся тоже сюда к затылку. То есть все наверх вот так вот. Попробуйте. Можно здесь придержать уголки и вот так вот наверх. То есть там работали внешними, здесь внутренними уголками. Дальше. Здесь очень важна фиксация. Фиксация здесь такая. Верхние веки набухли. Это хорошо или плохо? Не могу понять. Татьяна пишет. Можно ли избавиться на переносице от морщинки? Да, можно, Светлана. Это мышца гордеца, продвинутый курс. Но сейчас это упражнение, которое я покажу, оно тоже здесь вот вытягивает немножко, тоже от него может быть эффект. Мышца гордеца, вы, наверное, горделивая очень, Светлана. Поэтому обратите на свою эту особенность характера. Внимание. Итак, как мы фиксируем? Здесь мы фиксируем вот таким вот домиком. Вот посмотрите. Это правильная фиксация. То есть нам нужно здесь зафиксировать домик. Домик у нас самый главный домик из мизинцев. Смотрите внимательно. Смотрите, что я делаю. У меня каждый мизинец стоит на лбу. Вот так прижат. Дальше. Я к одному мизинцу очень плотно подставляю пальчики. Тут у меня обнято, все обнялается. Дальше. Мизинчик у меня на лбу. То есть вот прижато. И я накрыла крышу. Вот такой домик. Домик не должен быть высоким. Домик должен быть вот такой вот низенький. Татьяна, после упражнения или в принципе сейчас или после упражнения? Вообще или после упражнения у вас на весленном глазам? Ответите тоже мне. Итак, смотрим. Я поставила вот такой домик. Не нужно делать вигвам. Вот он такой вот более плоский. Примерно угол между пальчиками, между мизинчиками прямой. Прямой угол у нас. Вот так. То есть не очень высоко и не очень низко. Вы должны видеть свои уголки бровей. Вот так. И работаем уголками бровей наверх. Тянемся наверх. Если у кого-то очень спазмирована эта зона, если у кого-то есть провалы, такие провалы, два провала или один провал, делайте это упражнение опять-таки в очень легком режиме. Сильно вот так вот поднимать не нужно. Вот так вот поднимаем. Подняли, задержали, отпустили. Подняли, задержали, отпустили. Дальше смотрим, какой нюанс. У вас вот здесь вот может быть морщинка. Почему? У нас вот мышца гордецов, она у нас плетается вот сюда пучками, расходится. Жесткого крепления здесь нет. Поэтому, когда вы поднимаете, у вас может собираться морщинка. Если такое у вас происходит, зеркало внимательно посмотрите, тогда именно на эту морщинку вы ставите пальчики, то есть вы ее держите. То есть у вас вот здесь должно быть все идеально гладко и ровно, когда вы делаете упражнение. Подняли, задержали, на секунду отпустили. Вниз опять-таки мы не давим, да. И вверх тоже как бы не уходим вместе с мышцами. Подняли, задержали, отпустили. Подняли, задержали, отпустили. Давайте вместе сделаем. Десять, девять. Это упражнение также мы делаем 30 раз. Мы с вами в рамках сегодняшней конференции делаем 20 раз, потому что у нас ограничено время. Я хочу вам дать максимально много упражнений. Еще пять, четыре. Татьяна, сейчас я отвечу на ваш вопрос, поговорю с вами. Три, про нависшие веки. Два, один. И еще десять. Да, Жанна, лучше средний темп? Восемь. Семь. Это оптимальный темп. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И подняли, задержали, держим. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И расслабили. Хорошо. Убрали пальчики. Сделали душ. Набухли верхние веки, Татьяна. После упражнения. После какого? Когда мы поднимали вот так? Или когда мы поднимали уголки? Такого не может быть, чтобы у вас набухли веки. Либо вы что-то сильно напрягали, либо вы сильно давили вниз, наоборот. То есть вы не делали брови наверх. Скорее всего, вы очень сильно давили. Поэтому мне очень сложно посмотреть, как вы выполняли это упражнение. Возьмите консультацию, и я отвечу на все ваши вопросы. Скажу, что вы делали не так. Набухнуть веки не могли. То есть не должно было быть такого эффекта, если вы правильно и верно выполняли упражнение. По очереди или вместе поднимать? Все поднимать вместе. По очереди мы не поднимаем. Мы поднимаем все вместе. Если у вас поднимается только одна какая-то бровь, то вы подключаете вторую. Так, сейчас я еще посмотрю, что мне тут написали. Так, так. А можно еще упражнение на расслабление мышц лба? Нет, сегодня я расслабление не планировала давать. Олечка, возьмите, пожалуйста, пост-эзометрическую релаксацию отдельно. Она у нас есть в видео, либо у девчонки кто-то делал, недавно, по-моему, вебинар, там про релаксацию есть. Для мужчин нагрузки те же, в принципе, да? Для мужчин такие же нагрузки. Чем мужчины отличаются от женщин при лице? Покажите, пожалуйста, без рук. К вакуумным банкам я отношусь очень осторожно. Вот так вот, без рук это вот так. Как будто бы вы, как знаете, такое грустное лицо, такое расстроенное делаете. Вот так вверх, ну вот так вот. Эффект обалденный, да? А если вы делаете правильно, это эффект классный. Вы очень хорошо чувствуете центр лба. У меня образовались бугорки над внутренними уголками бровей. Похоже на спазм. Что делать? Да, бугорки – это мышца, которая смарщивает брови. Совершенно верно, у вас образовался спазм. Вы можете вот так вот двумя пальчиками сейчас поактивировать эти биологические, здесь биологически активные точки находятся, вот так вот прижимать. Легко отпустили, прижали, отпустили, прижали, отпустили. Дальше. Обратите внимание, как вы делаете это упражнение. Я уже сказала, что если очень сильно спазмирована эта зона, если она у вас зажата, то вам нужно делать это упражнение в очень лайтовом, легком режиме. То есть очень легко вы подняли, отпустили. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Да, а вы брали консультацию, либо курс. Поэтому нужно посмотреть, что вы там делаете. Ну вот я рекомендацию вам дала, как вы сейчас можете эту исправить ситуацию. У гордецов вы, наверное, вот это что-то делали, да? Потому что здесь, по идее, не должно быть спазма, если вы делаете упражнение правильное. Так, ну этот центральный массив тянет брови. Да, вот этот центр тянет брови наверх. Не то, что центральный массив, а вот здесь вот бровями, мышцами, которые сжимают брови, мы их как бы поднимаем наверх, вот так вот, да? Тянемся наверх, раздвигаем их. И вот этим центром мы также тянемся наверх. Да, но здесь при этом все хорошо держим. Видите ли, морщинки у меня будут. Все хорошо держим и работаем наверх. Все хорошо, давайте сделаем душ. И поехали дальше. Солбом разобрались. Вот это эффективные упражнения, которые вы можете делать, и у вас будут результаты, если вы будете делать их... Жанна, даем мы консультации? Да, конечно. Если вы их будете делать правильно. Хорошо, давайте поехали дальше. Следующая зона – это наши прекрасные глаза. Татьяна, кстати, как вам ваше там верхнее веко? Поморгайте, может быть, сейчас мы поделаем глаза, и у вас отек уйдет. Скорее всего, вы очень сильно давили, поэтому произошел такой эффект. Обычно таких эффектов быть не должно, если вы все делаете правильно. Поэтому давайте деликатнее, сильно там не упорьте, не усердствуйте. И очень аккуратно делайте упражнения, да. Не применяйте большую силу и смотрите внимательно то, что делаете вы, и то, как это объясняю я. Я всех призываю к этому. Потому что я вас не вижу, я могу лишь максимально... Максимально рассказать про те нюансы, которые могут у вас возникнуть, исходя из своего многочисленного опыта. Ольга пишет, почему у меня напрягаются над бровями, а не... Бат-переносицы. Под-переносицы... Под-переносицы... Там вообще ничего напрягаться не должно, там должно вытягиваться и разжиматься. Ага, да, она пирогову брала консультацию Жене. Ну, здорово, значит, вам там рекомендации дали, надо им следовать. Вот, Ольга, ничего там напрягаться не должно. Поэтому посмотрите, насколько вы правильно делаете упражнение, и еще раз послушайте тогда записи, то, что я там говорила, как я это объясняла. Давайте приступим к глазам, иначе уже прошел час, а мы еще не сдвинулись с лба. Итак, круговая мышца глаза располагается вот таким образом, да. Какие у нас могут быть моменты и изменения, связанные с нашими глазами. Первое – это новейшее веко, про которое мы поговорили, и это именно наш лоб, который мы поднимаем, и, соответственно, мы держим наше верхнее веко приподнятым. Дальше у нас есть подвижная часть верхнего века. Ее тоже нужно укреплять, потому что с волосом она становится такая тоненькая, грябленькая и красивая. Дальше у нас есть наше нижнее веко и зона под лестничным краем, да. Здесь у нас какие могут быть моменты? Могут быть провалы под глазами, могут быть мешки под глазами. И с этим мы тоже работаем. Дальше, если у вас очень активная мимика, глазами вы улыбаетесь. Если у вас мелкоморщинистый тип, морфологические старения, когда у вас очень сухая, тонкая кожа, и вы запекаетесь, как печеное яблочко, то могут быть гусиные лапки. Если у вас не тонкая, сухая кожа, но все-таки есть гусиные лапки, следует обратить внимание на то, как вы пользуетесь мимикой глаз. При этом, когда мышца теряет свой объем и тонус, тогда, конечно же, так же быстрее у нас будут эти моменты появляться, если у вас активная мимика на глазах. Дальше. У нас мышца сфинктера, она постоянно сужается внутрь, в центр, и глаза с возрастом становятся такими более закрытыми, более маленькими. Гимнастика для лица также решает этот вопрос. И еще есть момент, проблема отечности. У меня эта проблема была, но я ее благополучно решила, и я очень счастлива, что у меня сейчас ее нет. И даже если я встаю отечной с утра, то я знаю, что с этим делать. Буквально хватает даже той разминки, которую мы делали, для того, чтобы у вас уже, если вы регулярно занимаетесь, эта отечность начала уходить. Вот так. Я сегодня дам вам упражнение, которое решает эту проблему. Дам сегодня вам, наверное, три упражнения. Может быть, они покажутся вам какими-то неклассическими, которые всегда есть в базовом курсе, либо девочки дают, либо я иногда даю какие упражнения. Но вот мне захотелось сегодня именно этими упражнениями поделиться, потому что я считаю, что они максимально решают вот этот комплекс проблем. Итак, первое упражнение имеет очень классный лимфодренажный эффект. Оно очень хорошо работает с мешочками под глазами, снимает здесь отечность и прорабатывает подвижную часть верхнего века. Что мы сейчас будем делать? При этом оно очень простое, можно его делать, не вставая с кровати, и оно, к тому же, еще мое любимое. Мы будем закрывать глазки, плотно прижимать верхнее веко к нижнему, силой как бы надавливать. При закрытом глазе мы будем смотреть зрачком наверх, при этом глаз у нас закрыт, как будто бы мы закатываем глазки, вот так. При этом смотрим внимательно, чтобы у нас был расслаблен лоб и не подскакивали в брови. Вот так вот. Попробовали? Надеюсь, попробовали. Давайте еще попробуем. Видите, я веком очень плотно прижимаю верхнее веко к нижнему, чтобы у меня не было видно белка, то есть глазного яблока. То есть если вы не плотно держите, то будет вот так вот. То есть чем плотнее вы здесь держите, тем лучше у вас прорабатывается верхнее веко. Надеюсь, у всех получилось. Дальше. Для того, чтобы был, мы усилили лимфодренажный эффект, для того, чтобы у нас еще лучше был ток крови, да, усилился кровоток, лимфоток, соответственно, и лимфооток, чтобы у нас жидкость не заставилась, мы будем подушечки пальцев, очень легко укладывать на мягкую часть нижнего века под ресничный край. Только не под сам прям вот так вот ресничный край, а немножко отступив, где-то вот так. И можно подушечки ближе к носу поставить. Здесь очень внимательно. Подушечки ваши должны быть как пушинки. Не нужно давить, сжать, оттягивать, там вот какие-то такие вещи делать. То есть здесь очень деликатная зона, и с ней нужно очень деликатно и бережно к ней относиться. Поэтому очень легко поставили пальчик, прям пушиночки, пушиночки поставили. Дальше закрываем глазки и делаем то, что мы с вами пробовали, закатываем наверх. Давайте сделаем вместе 10, 9. Плотнее прижимаем верхний век к нижнему, следим, чтобы брови не подскакивали. Лоб, чтобы был расслаблен. Губы расслабляйте. Под пальчиками вы можете, пальчиками вы не давите, под пальчиками вы можете уже сейчас ощущать, как у вас работает, господи, движение глазного яблока вы можете ощущать. При этом очень плотно прижимаете верхний век к нижнему, можете ощущать, как оно у вас прижимается. Если вы пока этого не ощущаете, ничего страшного. Если вдруг есть, не дай бог, волевые ощущения, то останавливайтесь, промаргивайтесь и делайте опять это упражнение. Либо не так далеко, вот туда безумно, с памяти закатывайте. То есть тогда становитесь на полпути, чтобы вам было при этом комфортно делать это упражнение. Давайте сделаем еще 8 раз. Потому что пока я объясняла, я делаю. Я надеюсь, вы делали вместе со мной. Давайте еще. 8. Напоминаю, глаза мы делаем. Либо напоминаю, либо вновь говорю тем, кто это не знает. В среднем, ближе к медленному темпу. Быстро глаза мы ни в коем случае никогда не делаем. Еще 5. 5, 4, 3, 2. И подняли, задержали, держим. На 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И расслабили. Хорошо. Открываем глазки. И моргаем, 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 моргаем активно. Я вообще рекомендую, как можно чаще моргать. Диана пишет. Если глаза глубоко посажены, это упражнение не увеличит впадину? Диана, если вы делаете упражнение в разумном, в среднем, ближе к медленному темпу, если вы не работаете так, чтобы у вас были болевые ощущения, у вас прям там все спазмировалось, то нет. Нет. Не увеличит впадину. Очень хорошее упражнение, да, согласна. Итак, поморгали, обязательно поморгали после упражнения. Напишите еще, кто что ощутил. Ну, я люблю очень это упражнение. Оно реально очень классное. И от отечности спасает только так. Плюс оно и верхнее веко прорабатывает, и нижнее веко тоже. Поэтому пользуйтесь. Дальше. Надеюсь, с этим упражнением все понятно. Это одно упражнение. Просто мы в два этапа его сами сделали, Ирина. Это одно упражнение, да. То есть мы поставили пальчики и закатывали. Это упражнение. Надеюсь, это понятно. Всем понятно, что это одно упражнение, что это не два упражнения, это одно упражнение. Просто я его показала по частям. Либо закатывали глаза, потом мы добавили подушечки пальцев на нижнее веко. Вот так. Так, следующее упражнение. Оно очень силовое. Оно, кстати, у нас есть в продвинутом курсе. Оно очень классное. Поэтому будьте с ним очень аккуратны, деликатны и внимательны. Смотрите, что я сейчас буду рассказывать и показывать, рассказывать, и что вы должны ощущать. Итак, мы сейчас очень сильно будем зажимать вот так вот глаз. Вот так вот один. Прямо жмурить его вот так вот сильно. Видите, у меня тут уже есть всякие мимические штучки. Вот так все красиво, потому что укреплено. Вот так вот сильно мы будем один, потом второй жмурить. Мы видим, что у нас очень некрасивый мо, нос может морщиться, и носогубка может подключаться. И здесь у нас есть морщинки. Поэтому мы сейчас будем фиксировать зону вокруг глаза. Фиксируем мы здесь по косточке. Сверху мы фиксируем по надбровной косточке. И в коем случае мы вот так не задираем, чтобы здесь у нас... Ну, не задираем так, чтобы она здесь не собиралась. Понятно, да? По надбровной косточке фиксируем сверху. Чем дальше, глубже вы расположите пальчики, тем будет лучше. И снизу по скуловой косточке. Я вот здесь вот тоже все придерживаю, чтобы у меня носогубка не работала. Смотрите, указательные пальчики обязательно у нас сходятся в уголочке. Вот здесь. Не нужно далеко ставить. Вот здесь прямо близко косточка расположена у нас к уголку глаза. Поэтому не бойтесь прямо здесь по косточке располагать. Вот так. Ни в коем случае не на мягкую, не на мягкую часть века. Именно по косточке. Сверху и снизу. Не растягиваем ничего. Напоминаю. Итак, зафиксировали. И сейчас мы очень так вот стильно, да, закрываем глаз. И при этом мы придерживаем в тот момент, когда мы закрываем. Вот смотрите, я сейчас очень сильно закрываю глаз, но при этом у меня все красиво и ничего не морщится. Здесь я максимально держу, чтобы у меня тоже не было никаких морщин. Сосогубку тоже я держу. Упражнение это мы будем делать с вами 20 раз. Надеюсь, вы сейчас со мной попробовали. Я сейчас отвечу на вопрос. Ну, Лариса уже, да, Лариса уже ответила. Ольге Коваленко совершенно верно, потому что у нас Лариса уже опытный фейсбилдер, с чем я ее поздравляю. Да, потому что у вас нетренированная мышца, мышца может быть сильно спазмирована, и поэтому вы ощущаете такой дискомфорт. Вот. Вам просто нужно начать тренировать мышцы, постепенно спазм будет уходить, мышца будет в нормальном тонусе, в нормальном объеме, и будет все хорошо. Делайте гимнастику для глаз, делайте гимнастику для глаз, делайте упражнение для глаз, и все будет хорошо. Когда делаете вот это упражнение первое, которое я показала, сильно туда поначалу не закатывайте, то есть остановитесь на полпути. Итак, все, все попробовали, да? Давайте вместе сделаем это упражнение. Девочки, внимательно обратите, обращаю ваше внимание. Вот это упражнение, так как оно очень силовое, мы делаем 20 раз, всего 20 раз. И еще, на глаза мы упражнение делаем только один раз в день. На верхнее веко, на нижнее веко, упражнение, которое я показала, 30 раз. Вот это упражнение, которое сейчас мы будем делать, 20 раз, не больше. Итак, давайте располагаем по косточке сверху, снизу. И закрываем. Десять, должны и сверху, и снизу ощущать работу. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, не спешим в среднем темпе, два, один. Смотрим, чтобы мы не задирали, да, сильно не прижимали, не давили, чтобы мы четко по косточке расположились, да, и чтобы мы все держим, у нас все красиво здесь вокруг. Значит, еще второй глаз тоже может здесь подключаться, но вы его можете прикрывать, но при этом не жмурить, да, чтобы он у нас был красивый. Еще сделаем 10 раз, поехали. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И в конце статическую задержку. Пять, четыре, три, два, один. И расслабили. Хорошо, поморгали глазами, обязательно поморгали. Поморгали, поморгали, поморгали. Как вы уже догадались, в другую сторону мы сделаем точно так же. Если здесь у нас была, когда мы работаем слева, справа, рука сверху, то здесь, когда мы работаем справа, у нас слева рука сверху. Вот так. То есть указательные пальчики должны быть в уголочке, не запутайтесь. Итак, по косточке зафиксировали. Напомню, не поднимаем здесь, не делаем складку, внимательно за этим следим. Ближе сюда, ближе сюда. Чем дальше? Больше у нас не отключается. Отключайте, значит, не так сильно сжимайте. Значит, сначала сжимайте, Татьяна, не очень сильно. Когда у вас все будет отключено, тогда вы можете усилия добавить. Лучше начинать так. То есть если вы поначалу делаете слабое упражнение, да, вы знаете, что оно силовое, и вы видите, что у вас ничего нигде не подключается, значит, делайте слабое. Постепенно-постепенно усиливайте, да, его усиливайте. Но при этом вы будете понимать, что у вас ничего другое, ничего другое не работает. Давайте все вместе, поехали. Десять, двадцать раз напоминает упражнение, не больше. Девять, восемь, семь, шесть, пять. Второй глаз может прикрываться, но не мощным, если он открыт, идеально вообще. Пять, четыре, три, два, один, еще десять, девять. Диана, правильно, да, наверное, пол амплитуды. Восемь, семь, шесть, пять, держим хорошо, четыре, три, два, и задержали, держим, два, один, и расслабили. Хорошо, молодцы, поморгали. Если вы делаете это упражнение, то после этого упражнения обязательно нужно сделать упражнение, которое я покажу сейчас следующее. Она тоже одно из самых любимых. Как я уже сказала, мышцы сфинтер, она сужается в центр, и глаз становится меньше. Для того, чтобы у нас взгляд был открытый, чтобы у нас здесь все было разжато, мышца у нас была открыта. А, вернее, разжато, да, разглажено, раздвинуто, как там еще сказать, то мы сейчас будем выпущивать глаза. То есть мы будем широко открывать глаза и выталкивать белок со зрачком наружу, как будто бы у нас глаза сейчас выпадут. Смотрим перед собой, обязательно вытолкнули, обратно расслабили, вытолкнули, расслабили. После того, предыдущего упражнения, вот это упражнение делать обязательно. Поехали, вместе делаем. Десять, девять. Ощущайте, что у нас выталкивается белок со зрачком. Смотрим внимательно, поднимаются ли у нас брови. Если у нас брови поднимаются, и вы видите, что у вас мышцы, все старайтесь отключить брови. Если ничего не помогает, тогда придерживайте обязательно лоб рукой. Расслабляйте обязательно губы, потому что у вас челюсть может быть сжата в этом упражнении. Не напрягайте шею, опускайте плечи вниз, все расслаблено. И дышите носом обязательно, либо ртом. Еще. Еще сделаем восемь. Семь. Шесть. У меня была группа клиентов, которые, когда мы делали это упражнение, они его назвали вне гласного «Где деньги?». Наш женат мужу приходит и говорит «Где деньги?». А у нее такое звучит «Какие деньги?». Вот так вот. Поэтому можете использовать. Еще пять. Четыре. Еще три. Выталкиваем. Два. Перед собой смотрим. И задержали. Держим. Держим. Десять секунд. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И расслабили. Хорошо. Поморгали на носками обязательно. Поморгали, поморгали, поморгали. Катерина пишет «Сжимать глаз». Вы про это упражнение? Да. Сжимать, но при этом держать. Держать, чтобы ничего не покожилось, все было красиво. Но вы при этом чувствуете работу. Упражнение очень силовое, поэтому его нужно делать аккуратно. Поначалу, если вы не можете удержать, и если у вас подключается что-то, носогубка, нос, то тогда в поламплитуды. Какие цены в магазине? Да-да-да, Ирина, какие цены? Точно. Видите, вы уже даже творчество подключили к фейсбилдингу, это очень здорово. Алена пишет «Какие упражнения можно делать любое количество раз в день?» Ну, много тоже делать не нужно. Ну, лоб, щеки, допустим, подъязычную зону, губы. Упражнение на подъязычную зону, да, да, она точно, на подъязычную зону, да. Скулы, щеки, губы, подъязычную зону, глаза одиннадцатый, лоб. Но в то же время смотрите по состоянию и по вашим возможностям. Вот. Так, хорошо, с глазами разобрались. И вот мы пришли к нашей центральной части лица, к самым сложным упражнениям. Кто-то там спрашивал, как убрать брыльки. И так, как убрать брыльки? Вообще, что такое брыльки? Катерина, где вы были? Морчинку между бровями как убрать? На лоб посмотрите упражнение, которое я давала. Там я подробно рассказывала, как между бровями убрать морщинку. И давала сегодня упражнение. И еще такая рекомендация. Когда вы хотите сморщить вот так вот брови, либо работайте ушами туда, либо наоборот раздвигайте брови, да. Разжимайте, работайте уголками вверх и в стороны. Вот. И упражнение посмотрите, повторять не буду. Так, дальше. Следующая у нас центральная зона. Отвлеклась немножко. Кто-то спрашивал, как у нас появляются брыльки. Так вот. Центральная часть лица. Здесь у нас достаточно очень много тканей, да. Она у нас такая достаточно мощная, массивная, мощная. Много очень тканей. И у нас здесь находятся мышцы, которые эти ткани у нас благополучно держат, либо уже не держат. Так вот. Начну я свой рассказ со скуловой мышцы. Первая – это скуловая у нас мышца. Вот она у нас таким образом выглядит. Она у нас крепится к круговой мышце рта, плетается в ткани кожи. Малые и большие скуловые мышцы. И здесь вот крепятся косточки. Вот представьте. Они у нас держат достаточно большой объем тканей наверху. Когда у нас скуловая мышца теряет свой объем, теряет свой тонус, то она уже не может удерживать этот объем. И у нас ткани начинают провисать вниз. Дальше. Ткань провисает вниз. Здесь может быть и носогубная зона может нависать. Вот так вот. Именно это будет носогубный. Господи. Все, ладно. До носогубки доберусь, расскажу. Итак. То есть у нас начинают провисать ткани вниз. Дальше у нас есть щечная мышца, которой мы в жизни, в принципе, никогда не работаем. Она у нас уже тоже эти ткани держать не может. И у нее еще есть свои ткани. И они у нас начинают виснуть вниз. И вот у нас эти брыльки. Брыльки, они у нас вот так вот повисли. У нас испортился овал лица. Дам, дам, Ирина, если доберемся, сейчас дам. У нас испортился овал лица, и у нас повисло все вниз. И вот у нас привет брыльки. Для того, чтобы у нас не было брылик, нам нужно качать центр лица. Это скулы, это щеки. Плюс тут и губы, и тут и овал лица. В общем, там у нас с брыльками очень много всего завязано, поэтому там должен быть комплекс. Но в основном эти ткани, которые мы спустили вниз, это скулы, то, что у нас держат, и щеки. Так, какое же вам сегодня дать упражнение? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, скулы или щеки? Скулы либо щеки. Давайте я вам дам скулы. Дам скулы и, может быть, дам щеки. Может быть, вам дам щеки. Итак, давайте попробуем с вами вообще почувствовать, где наши эти скулы, они находятся. За что у нас отвечают скулы? Это у нас скульптурные с лица, вычерченные с лица, рельеф лица и вот этот наш треугольник молодости, когда у нас весь объем держится вот здесь вот наверху. Скулы – одно упражнение, Татьяна, да. Почему? Потому что они могут сокращаться только так, и другого, иного упражнения на них не придумать. Это, ну, анатомически они могут работать только так. Все, больше никак. Это обосновано именно от анатомии, обусловлено именно анатомией и строением мышц на нашем лице. Все, только так они могут сокращаться. Поэтому давайте попробуем их почувствовать. Вот вы должны понимать, что у вас поднимается не косточка, это не косточка, то есть мы поднимаем и работаем не косточка, а мышцы, то есть это мягкая, вот это вот ваша зона. Вот не потрогайте вот здесь. И должно подниматься вот это вот яблочко наверх. Вот это яблочко должно подниматься наверх. Почувствуем, как это выглядит без рук. То есть вы почувствовали какой-то неприятный запах, и вы вот так вот фу-фу-фу-сгримасничали. При этом старайтесь не работать ртом, и именно почувствовать, как у вас вот эти яблочки поднимаются. Не глазами морщить, а именно яблочками вот этими. Вот почувствуйте так вот. Не бойтесь погремасничать. Вот так вот, прямо фу, как будто что-то прямо такое неприятное вы почувствовали. Прям фу, так вот сморщились, фу, вот так. Почувствовали? Вот здесь вот, да? Кто почувствовал, тот хорошо. Кто не почувствовал, раз в день гримасничает, начинает чувствовать эту зону и потом будет делать то, что мы сейчас будем делать. Итак, все упражнения на центральную зону мы делаем из положения рта, в красивый ровный овал, буковку О. О – это не кругляшок, это овал. Все понимают, да? Итак, попробуем сделать рот в овал, буковку О. Губы не напрягайте. Здесь все подтянули в центр. Губы в куриную жопку не надо складывать. Вот так вот не нужно делать. Попробовали? Хорошо. Сильно через вниз не откидывайте в этом именно упражнение, это сделать такую более лайтовую О. Вот так. Чтобы скулы у нас не тянулись. И почему не сильно открываете рот, не сильно делаете О, чтобы вас не напрягались через соживательные мышцы. Итак, делаем рот в овал, буковку О. Дальше нам нужно сделать фиксацию. То есть здесь у нас жесткого крепления нет. Эту мышцу мы это жесткое крепление должны создать. Единственное правильное крепление, жесткое крепление и постановка пальцев в этом упражнении, когда мы средним пальцем фиксируем возле носа уголки губ подбородок. Указательный пальчик стоит рядом, но он здесь не прижимает. Здесь у нас уже началась мышца, да, здесь нам крепление жесткое не нужно. Началась мышца и мышца должна работать. Поэтому пальчик, если стоит, то достаточно мягко. Указательный, безымянный мы можем поставить вот так под нос. Итак, О. Вот начинается носокубная зона, плоская площадка здесь. О. Я зафиксировала. Дальше я поднимаю скулу наверх. Какой здесь нюанс? У вас не должен подключаться нос. Переносится, соответственно. Межброви не должны подключаться. Рот должен быть статичен, то есть углы не должны подключаться. Расползаться в сторону. То есть рот должен быть четко закреплен. И здесь мы должны тоже очень хорошо все фиксировать. Давайте пробуем. Делаем 20 раз. Я не считаю, так как у меня открыт рот. Смотрим на меня. Делаем в среднем темпе. Еще, девочки, тут такая подсказка. Для того, чтобы эту мышцу нам почувствовать, если вы уже хотя бы хоть что-то чувствуете, то не нужно делать большое усилие, силу применять, чтобы ее почувствовать, либо увидеть, как она у нас работает, как она двигается. Сначала делайте очень маленькую амплитуду. Эта амплитуда будет хороша тем, что вы будете работать правильной мышцей, а именно скуловыми мышцами. Тут больше большая скуловая мышца работает. При этом у вас будет отключаться, не подключаться будет нос, межброви. И еще самое важное... Да, Дана, спасибо. И самое важное еще не подключать глаза, чтобы у нас не усугублялись гусиные лапки. Так как мышца здесь находится рядом, у меня круговая мышца глаза подключается, то есть видно, как она работает. У вас может быть тоже такое, но здесь момент, что у вас не должно работать именно нижнее веко, как бы поджиматься наверх. Тоже на это обратите внимание. И поначалу, если у вас что-то подключается из этих моментов, тогда уберите силу, уберите вот эту большую амплитуду и сконцентрируйтесь только на работе больших скуловых мышц. И сделайте обязательно, зафиксируйтесь на секундочку. То есть подняли, зафиксировались, почувствовали, как эта мышца поработала. Отпустили, расслабили. Не дергайте беспредметно. Бывает, что дергают, дергают, и непонятно. Вроде движение какое-то есть, а мы не можем его идентифицировать, понять, что это такое. То есть обратите на это внимание. Самое главное убрать хаос и постепенно добиваться того, к чему мы идем. Жанна, глаза щурятся автоматически. Широко тогда их откройте. Широко откройте и попробуйте не так сильно поднимать пока скуловую мышцу. Уберите амплитуду, пусть это будет маленькое движение. Может быть, даже движение не видно, но вы там внутри ощущаете, что что-то работает. И тогда вы сможете все остальные зоны отключить. Итак, давайте вместе сделаем 20 раз. Я не считаю. О. Продолжение следует... И задержали, держим на 5 секунд. И расслабили хорошо. Обязательно надули щеки. Как вы делали в разминке для того, чтобы расслабить мышцы, они у нас поработали. И для того, чтобы еще расслабить, нужно подуть через губы, как лошадка. Вот так. Дуем только после того, как надули щеки. Надули и подули. Обратите внимание, как вы дуете через губы. У вас должно все вибрировать. У вас должно быть все расслаблено. Если вы поджимаете уголки, значит, вы его здесь фазмируете. Также, если вы не можете подуть, это верный индикатор того, что у вас очень сильно зажат рот и мышцы вокруг. Который крепится к круговой мышце рта. То есть у вас вот здесь есть спазм. Поэтому нужно разжимать. Надувайте обязательно, как в разминке мы делали. И дуйте, как лошадка. Хорошо. Да. У кого-то щурится глаза, у кого-то щурится нос. Нюансы я объяснила. Я надеюсь, мое объяснение вам поможет порасшевеливать ваши скулы. Упражнение очень классное. Да, надо, спасибо. Веки мы поднимаем именно, когда мы поднимаем полностью все брови. И когда мы держим центр лба, мы поднимаем уголки бровей, тянемся в верхнюю сторону. Я забыла сказать, что да. Здесь мы очень классно подтягиваем и поднимаем верхние века. Плюс формируем правильную мимику. Итак, следующая зона. Я, наверное, вам дам сегодня носогубную зону, чтобы нам еще губы под язычку и шею рассмотреть. Щеки уже, наверное, посмотрите в другом видео. Но сюда же в каждый день я бы щеки обязательно включила. Вот. Для носогубной зоны я вам дам статическое упражнение. Мы, в принципе, мы с вами уже попробовали сделать эту буковку О. Но я сейчас расскажу вам нюансы исполнения буковки О. Овала буковки О. И что вы должны понимать про носогубную зону. У нас каким образом, что такое носогубная зона вообще, как она формируется и что это вообще такое, с чем ее едят. Носогубной мышцы у нас нет. То есть если вам говорят, там, тренируйте носогубную мышцу, я вам рекомендую бежать от этого тренера, от этого человека, потому что он ничего не смыслит в строении мышц на лице, и носогубной мышцы ее нет. В природе. Но зато у нас есть круговая мышца рта. Которая, как я уже сказала, не имеет жесткого выкрепления. Вообще поэтому рот у нас такой очень активный, и мы можем там все, вот нам, мимику, какую хотите делать. Я вам рекомендую последить за мимикой, которую вы делаете своим ртом, и начать с нее избавляться. Одно, а еще лучше начинать расслаблять рот, разжимать челюсть, разжимать губы, ходить с приоткрытыми губами. Вот этих всех вещей избавляться, поджимать, вот это лучше все делать. Так вот, круговая мышца рта жесткого крепления не имеет, но зато к ней крепится очень много мышц других. Лучиком солнца, вот так, вокруг мышцы есть крепление. Это какие-то мышцы, чтобы вы понимали. Это малые и большие спуловые мышцы, это мышцы поднимающие, парные, да, это мышцы, поднимающие край верхней губы, поднимающие верхнюю губу, это мышцы щечные, это мышцы смеха, если они у вас есть, это мышцы, опускающие нижнюю губу, опускающие углы рта, опускающие нижнюю губу, подбородок. Вот эти вот все мышцы у нас крепятся вокруг рта, да. Соответственно, когда вы делаете какие-то манипуляции со ртом, вы делаете вытяжением и тренировкой, сейчас буду делать, покажу вам, Татьяна, упражнения, им тоже можно работать этим упражнением. Да, отвлеклась. Итак, значит, когда вы делаете ртом какие-то уживки специфические, да, такие, там что-то там брезгли, вы там либо поджимаете, либо там какую-то мимику вырываетесь там на одну сторону, вот такое вы делаете, то у вас на уровне мышечного шва, там, где у нас крепятся, да, мышцы, происходит спазм, то есть в этом спазмируется мышца, и кожа, то есть она проваливается, да, получается спазм, провал, и кожи ничего не остается, как постарить этот спазм. Это что касается именно мимического дефекта, когда у нас есть залог, да, морщина, ну, я лучше люблю больше слова залог. Также у нас есть носогубная складка, это когда у нас нависают ткани, а есть еще и два в одном, когда и залог, и складка. Складка – это больше птозное явление, это нужно тренировать у нас и центр лица, извините, рот, круговую мышцу рта, и скуловые мышцы, то есть скуловые мышцы мы поднимаем, и, вернее, работаем, и поднимаем, приподнимаем то провисание, которое у нас образовалось. Так вот, Татьяна, про залог на носогубке слева, это спазм, чем исправить утяжение. Это спазм, во-первых, последите за своей мимикой на левую сторону, что вы делаете, старайтесь избавиться от этой мимики, плюс это вытяжение, естественно, и в базовом уровне есть очень классное упражнение, я его сейчас показывать не буду, потому что оно немножко сложновато, я сейчас более простое упражнение покажу, ну, хотя, может быть, и не очень простое, но оно тоже разглаживает и снимает спазм, именно вытягивает, да, эту зону, вытягивает, разжимает, вытягивает, разжимает. Итак, мы сейчас будем делать рот в овал, буковку О. Задерживаться будем в статике, 10 секунд, будем делать 3 подхода. Что здесь важно? Важно понимать, что здесь у нас есть крепление мышц, и мы будем овал делать не ртом, не губами, не тканями, не губами, а именно мышцы, то есть мы должны собирать в центр, вокруг, все вот эти мышцы, мы должны собирать круговой мышцы рта, то есть мы должны мышцу собрать в центр так, чтобы у нас эти мышцы, все, которые здесь у нас крепятся круговой, они у нас потянулись в центр. При этом ткани губ у нас должны быть расслаблены, чтобы они у нас не зажимались и губы не превращались непонятно во что. то есть это нужно понимать. У вас, может быть, даже будут трястись губы, потому что вы будете держать именно мышцей овал, а не тканями губ, то есть не вот так. Ну, знаете, я губы поджала, и вроде как у меня это все расправилось. Нет, это немножко неверно, губы должны быть расслаблены, и мы должны ощущать, именно как мы мышцей тянем в центр, именно в центр, вот сюда, отсюда тоже в центр, и уголки тоже в центр, мышцы, которые у нас крепятся. Итак, показываю. Вот так вот. То есть именно вот так мы должны работать. делать статику. Так, что я тут еще хотела сказать про статику. То есть очень важно губы расслаблять. Вот представьте, вы встали в планку, да, и у вас тело начало вибрировать, трястись. Поначалу у вас также может трястись губы, потому что вы держите мышцы, для мышц это непривычно, и вы можете тремор какой-то ощущать. Но при этом губы, пожалуйста, не напрягайте, чтобы не было, еще раз повторюсь, вот такого, да. Если вы сожмете очень губу, тогда у вас и гуська будет, усиная лава, кесет будет усугубляться, и сами губы будут морщиниться, то есть это не очень хорошо. Давайте попробуем хотя бы тогда два раза сделать статику. И так, рот ввала в буковку. Расслабили. Хорошо. И еще раз давайте сделаем. И расслабили. Вот у меня даже сейчас затряслись губы, потому что, видимо, я уже сегодня очень уставшая, и у меня мышца сегодня много-много раз поработала, и она сказала, я уже устала, я хочу отдыхать. После этого упражнения обязательно надуем верхнюю и нижнюю губу и также поддуем через губы, как лошадка, чтобы расслабить. Иногда сразу же буковку, овал буковку О тяжело сделать, поэтому вы можете делать овал из А. То есть сначала вы открыли рот в А, А, а потом вы собрали все в О, в центр. А. О. Можете еще так попробовать. Возьмите на вооружение. Кто пробовал, надули? Подули обязательно. Хорошо. Так, поехали дальше. Там просили у меня следующая зона, которую я хочу рассмотреть, это губы, щеки, тогда сегодня мы не будем трогать, но щеки все равно в своей тренировке обязательно делайте. Итак, губы. Как уже тут знающие люди, знаю, да, круговая мышца ртани имеет жесткое укрепление. У нас губы с возрастом теряют объем, теряют свой цвет, теряют контур, если он у вас был. Арочка кубидона, вот эта у нас стирается, кисетные морщинки появляются над верхней, над нижней губой в более старшем возрасте. Уголки опускаются вниз. Вот эти все вопросы мы проблемы решаем. Я хотела вам сегодня показать, 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 сколько упражнений. Три упражнения хотела показать, но давайте по запросам покажу, наверное, я все-таки два, чтобы нам еще что-то успеть. Первое упражнение у нас будет для верхней губы, для укрепления верхней губы. Называется оно «Кролик». Также в этом упражнении хорошо прорабатывается еще вдогоночку носогубная зона. Ну, не хорошо, но она чуть-чуть здесь тоже прорабатывается. Что мы будем делать? Мы слегка открываем рот нешироко и работаем верхней губой, напрягаем ее, не поджимаем, а напрягаем. Напрягаем как бы вниз. Напрягаем вниз, расслабляем, двигаем ее, как кролик. Вот так вот. Поначалу может подключаться нос. Но вы нос постепенно отключаете и концентрируетесь только на губе. Только губа работает. Дальше. Так как здесь у меня есть движение, а мне это движение не нужно, я должна его зафиксировать. Движение я фиксирую. Итак, я по носогубной зоне располагаю вот так пальчики, приоткрываю рот и работаю как кролик. Напрягаю губу и расслабляю. Я не поджимаю губу. Напрягаю, расслабляю. Давайте пробуем. Нижняя губа у меня при этом статична, но у меня не работают и уголки рта у меня не расползаются в стороны. Еще попробуем. Давайте. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Еще пять раз делаем. Также тридцать раз его делать. Пять, четыре, три, два. Задержались, держим. И расслабили хорошо. Надули верхнюю губу и подули через губы как лошадка. Время у нас уже мало, поэтому я делаю меньшее количество повторений, но это упражнение вы делаете также тридцать раз. Вы должны были почувствовать, как у нас вот здесь губа немножко поработала, немножко она напряглась, да, и постепенно зона над верхней губой будет укрепляться, будет укрепляться мышца. Это упражнение очень классно сохраняет либо возвращает вот эту арочку к капидону, вот эту красивую выемку. Да, Татьяна на нижнюю губу есть в базовом курсе, сегодня показывать не буду, я лучше сейчас от кисета вам покажу упражнение. Вот. Карочку к капидона и также возвращает контру кувы, если он исчез, либо сохраняет его, либо если он у вас есть. Вот так. Хорошо, надеюсь, упражнение понятно. Следующее упражнение для того, чтобы скорректировать дефект кисетных морщин, если он у вас уже появился, либо предотвратить их появление. То есть мы будем работать именно над нашими кисетными морщинками. Мы будем работать круговой мышцей рта. Но здесь упражнение классно тем, что еще подключается носогубная зона, и мы здесь немножко прорабатываем еще носогубку. Так как мы это упражнение делаем из положения рта в красивый ровный овал в буковку О. Делаем красивый ровный овал в буковку О. Ткани губ, напоминаю, не напрягаем. Держим за счет мышц. О. Дальше. Очень легко, никуда не давя, не вжимая, не заталкивая внутрь, мы очень легко фиксируем уголки возле уголков. Более плоско. Не подушечками, можно более плоско. Вот так. Не в уголках, а рядышком. Дальше я буду работать верхней и нижней губой, обнимать верхние и нижние зубки, повторять очертания, и расслаблять губы, возвращаться в тот же красивый ровный овал, который я заняла. Следим за носогубкой. Сейчас покажу нюансы, потом расскажу. Вот так. Вы должны видеть, что у вас над верхней губой и над нижней губой все идеально ровно. Если у вас собирается, значит, вы делаете упражнение неверно. Ни в коем случае мы не собираем губы вот так в центр. То есть мы обнимаем зубки. Дальше. Смотрим, что у нас происходит с углами. Если у нас углы, углы, вернее, рта у нас должны уходить внутрь. Ни в коем случае это максимум, куда они у нас могут уходить внутрь. Ни в коем случае не в сторону. Вот так. Вот так быть не должно. Должно быть вот так. Видите? Но если вдруг даже у вас углы захотели в сторону, у нас есть пальчики, которые просто придерживают, они у нас ничего не давят. Итак, наблюдаем за собой. Еще такой момент. У вас овал должен оставаться всегда овалом. То есть губы в центр, да, в центр. Мы не уводим. То есть мы вот так вот обнимаем, расслабили, обняли, расслабили. Вот такого движения у вас быть не должно. Показываю. О. Вот это правильно. Вот это неправильно. Внимательно следите. Давайте вместе сделаем хотя бы 15 раз. Я считать не могу, у меня покрыт рот. Итак, О. Зафиксировали уголки. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И задержали эстетическое. Сдержка 5 секунд. И расслабили хорошо. Надули верхнюю и нижнюю губу. И подвели через губы, как лошадка. Замечательно. Так, меня спрашивают. Так, по этому упражнению пишите вопросы. Я пока отвечу на вопрос. Сеточка морщин с двух сторон от подбородка можно ли убрать? Вот здесь. Вот здесь. Сколько вам лет? Как давно у вас эта сеточка? Тонкая, сухая у вас кожа? Наверняка. Пишет Иван Хандишин. Если это Иван, то напишите. Если не Иван, то наверняка вы жена, наверное, Ивана. Либо там кто-то. Значит, здесь очень важно укреплять щечную мышцу. Если вот морщинки вот здесь, я показала, то здесь нужно укреплять щечную мышцу, овал лица. И следить за мимикой. Что вы делаете с углами? Скорее всего, вы улыбаетесь как-то так от стороны. И у вас здесь все собирается. То есть здесь очень важно укреплять щечные мышцы. Если морщинки там, где я, чуть ниже, вот здесь, жена Розалия, вот здесь Розалия, где? Вот тут, где? Вот здесь. Тогда овал лица. Смотрим, значит, скорее всего, вы опускаете углы вниз вот так вот. И у вас вот здесь вот сеточка, да? Вот здесь вот. Значит, нужно поднимать уголки, укреплять подбородок, укреплять овал. Ага, вот так, да? Вот так, вот здесь вот. Ну вот, наверняка опускаете углы вниз. И также здесь у нас крепится платизмальная мышца, да? Можно еще делать упражнение на платизму, чтобы здесь укреплять. Как раз-таки вы когда будете делать буковку «ы», «ы», «ы». О, вот, кстати, давайте я это упражнение вам сейчас покажу. Как вариант. Чем хорошо это упражнение? Тем, что у нас есть подкожная мышца шеи платизма. Она у нас начинается вот отсюда, она у нас вплетается в кожу. Она у нас очень тоненькая, маленькая, но при этом нужно ее укреплять. Вот здесь у нас вот так простилается и вплетается вот сюда, вот она у нас с губами. Вот здесь. Поэтому, когда мы ей работаем, мы укрепляем и шейку, да? То есть у нее работает у нас здесь и шея, правда, не глубокие мышцы шеи, а именно вот эта тонкая мышца шеи. И плюс вот здесь мы тоже будем укреплять. Итак, что мы делаем? Мы тянемся уголками рта вниз, в стороны, как будто мы проговариваем буковку «ы». Внимательно на себя смотрите. У вас должно быть вот так «ы», а так. Не «ы», а «ы», вниз, вот так, вниз. Видите, вот эта красота у нас здесь появилась, которую нам нужно фиксировать. То есть «ы», «ы». Видите, у меня напряглась шея, и вот здесь вот у меня уголки потянулись мне со стороны. «ы», «ы». Дальше. Эту красоту нам все нужно зафиксировать. Я вам сейчас покажу фиксацию так, чтобы вы были, вы понимали, что вы фиксируете правильно, и что у вас не раздвигаются пальцы в сторону вместе с уголками, и что вы плотно держите. Так, смотрите, расположите пальцы вот так вот, их соединиться, ручки, да. Под губы поставьте мизинчики, под губу, под нижнюю губу мизинчики, остальные вот здесь вот так вот прижмите. Уголки рта и губы немножко тоже у вас будут действенны. Вот так вот прижали. То есть буквально верхние две фаланги у нас здесь вот плотно все прижимают. Не выше, иначе здесь у нас уже косточка и провал, и мы здесь не будем прижимать. Вот так вот. Самое идеальное, если вы вот так сделаете. Соедините мизинцы, вот так. Дальше мы проговариваем буковку «ы», и в это время плотно прижимаем внутрь. При этом смотрите, «ы», «ы», у меня пальцы вместе с уголками «ы», «ы» не раздвигаются. Если вы видите, что у вас раздвигаются пальцы, а вы это увидите, если у вас мизинцы просто вот так вот будут ходить, значит, вы делаете неправильно, вам нужно прижимать внутрь. Значит, у вас двигаются руки. И только так вы это можете отследить. Итак, зафиксировали и работаем. Поехали. «ы», 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 плотно держим тут «ы», 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 еще сделаем 10, 9, 8, 7, 6, прижимаем 5, руки в сторону не ходят, 4, 3, 2, 1, и еще 5 раз, 5, 4, 3, 2, и задержали, держим, 5 секунд, держим. И расслабили хорошо. Вверх-вниз подвигали челюсть. Еще такой нюанс. Здесь у нас должно быть работать все внизу. Если вы видите, что у вас как-то вот так вот работает, да, выше верхней губы что-то работает, двигается, значит, вы делаете что-то неправильно, следите, куда у вас работают углы. Они должны работать четко вниз и в стороны. А так. Не так. А так. А так. Не так. Не там. Не так в стороны, а внизу в сторону. А так. Только так. Больше никак. Поэтому если у вас наверху что-то шевелится, значит, вы делаете что-то неправильно. Ага. Подвигаем челюстью. Так. Подъязычная зона. Просили упражнение на подъязычную зону. Я вам покажу, наверное, сейчас. Давайте мое любимое самое упражнение покажу. Даже два, наверное. Или одно. Давайте сначала одно, потом еще одно, если хватит времени. Мы сейчас будем сильным языком тянуться вперед и вверх к носу. Вот так вот. Из глубины мы достаем язык и тянемся вперед и вверх к носу. При этом есть пара нюансов. У вас носогубная зона должна быть идеально расслаблена. Идеально расслаблена. Максимально расслаблена. То есть вы должны ее расслаблять. То есть она должна быть расслаблена. Рот в этом упражнении у нас слегка приоткрыт. Он расслаблен. Уголки у нас в стороны не расходятся. И челюсть в этом упражнении, так как мы работаем языком вперед и вверх, да, и не просто вверх набираем, а вперед тянется и вверх, у нас челюсть по инерции может выдвигаться вперед. Это норма. Сильно рот широко не открывать, иначе у вас челюсть по инерции не сможет выдвигаться вперед. Тогда смысл этого упражнения потеряется. Когда мы работаем, у нас работают глубокие мышцы. И вы ощущаете, что у вас корень языка прямо так хорошо сильно напрягается. И здесь у нас все подтягивается. Смотрите. Видите? Пробуем. Если вдруг вы наблюдаете, что вы не можете расслабить носогубку, если у вас язык лопата, вот такой вот, вы ничего с ним не можете сделать, вам нужно просто сконцентрироваться. Поначалу нам главное научить расслаблять носогубку и не напрягать губы. Поэтому вам нужен язык больного горла, да, это нормально. Потому что вы потренировались мышцей, вы не заболели, это нормально. Это крепатура, мышечная крепатура в горле. Зато бонус этого упражнения, если вы будете делать упражнения на подъязычную зону, вы забудете, что такое ангина, там, различные инфекции, связанные с тем, что болит горло. У меня горло не болит уже не знаю сколько. Если даже что-то там начинает болеть, я делаю упражнения, мне все пропадает. Потому что там хороший кровоток, микробы, они просто не задерживаются. У них там нет шанса задержаться вообще. Вот, поэтому если у вас болит чуть-чуть горло поначалу, это нормально. То есть вы работаете на мышцы. Итак, вернусь. То есть если вы видите, что вас напрягается, да, вы не можете расслабить, то поначалу, значит, языком работать не так сильно. После у вас работает немножко, да, но при этом у вас все расслаблено. Постепенно-постепенно вы также будете амплитуду усиливать. Давайте сделаем 10 раз. Раз, 10, 9, 8. Пока пишите мне вопросы, делайте. Всем, кто не делает, вернее, пишите вопросы. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И максимально тянемся, задержали, держим. Следим, чтобы носогубка была расслаблена. И расслабили хорошо. Подвигаем челюсть вверх-вниз. Замечательно. Вот такое у нас упражнение. У кого потом хорошо оно будет получаться, вы можете даже его усилить, приподняв немножко подбородок. Вот так. И в конце на статике задержаться с приподнятым подбородком вы почувствуете, что здесь очень круто все подтягивается. И мышца работает очень здорово. Итак, у нас осталось 7 минут. Я отвечаю на ваши вопросы или мы делаем упражнение для шеи? Быстренько напишите мне. Вопросов сегодня нет. Все, видимо, занимаются. Активно. Все такие молчаны сегодня. Пока я от вас не дождалась. Ладно, давайте быстренько тогда сделаем шею. Тогда у меня не будет времени на вопросы. Все молчат. Шея. Все. Кто первый успел, тот. Упражнение. Все. Здорово. Итак, упражнение с продвинутого курса. В базовом курсе там немножко другие упражнения, но они тоже очень классные. И они с физиотерапией. И они очень классно укрепляют шею. Носогубка ярко выражена, лицо худое, что делать. Следите за мимикой. За мимикой следите. Вытягивайте мышцы, поднимающие верхнюю губу из постсомметической релаксации. И по одной зоне, по наличию времени. Можно делать упражнение для какой-то одной зоны, по наличию времени. Да. Только по зонам. Не мешайте. Лучше не мешать. Упражнение. Итак, давайте быстренько садимся. Я буду параллельно отвечать на вопросы. Садимся ровно. Спина у нас прямая. Садимся на край стула, на край дивана. На чем вы там сидите? Ну, не на полу, конечно. На край пола вы не можете сесть. На край стула. Значит, у нас от копчика до затылка идеальная прямая ровная спина. Плечи опущены, но при этом в лопатках мы не прогибаемся. Так. Дальше. Мы занимаем исходное положение, слегка приподнимаем подбородочек наверх. Вот. Приподняли. То есть у нас подбородок должен быть приподнят. Идеальное расстояние, это когда мягкая часть большого пальца у вас ложится сюда в ямочку. И указательно упирается в кончик подбородка. Вот так. У кого-то так получится, а у кого-то нет. Если не получается, просто приподнимайте подбородок. И с таким, с прямой шеей приподнятым подбородком мы отклоняемся назад. При этом, при этом внимательно смотрим. При этом внимательно смотрим, чтобы у нас затылок не тянулся назад. Видите, у меня хвостик может туда тянуться. У меня даже есть клентка, я и хвостик вот так вот держу, чтобы она туда не проваливалась. И, значит, затылок мы не заваливаем назад, и подбородок мы не отпускаем вниз. То есть мы должны держать. Мы должны держать за счет мышц в шее, а не за счет пресса. Отклоняемся назад. Вот это упражнение, всем вниманием, мы делаем 15 раз, не больше. Итак, назад мы отклоняемся, мы делаем выдох. Возвращаемся, мы делаем вдох. Обязательно выдох и вдох. Давайте пробуем. Выдох, вдох. Семь. Не заваливаем подбородок. Шесть. Чувствуем, как мышцы шеи напрягаются, а возвращаемся, расслабляем. Пять. Еще. Четыре. Выдох. Вдох. Три. Два. Один. И давайте задержимся, я поотвечаю на вопросы. Вообще 15 раз делается упражнение. Держим. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Вернулись. Хорошо. Повращаем головой. Если вы сделали это упражнение правильно, то вы должны были почувствовать, как шея у нас напрягается. Все. Садимся на попу ровно, нормально, на всю попу, не на кончик. Вот. Вот такие упражнения сегодня нам удалось с вами рассмотреть. Даже если вы будете делать это упражнение, то тогда вы будете уже получать изменения на своем лице. Если вы будете делать их правильно, тогда вы будете получать положительные изменения. Итак, что тут пишут мне? Я готова ответить на ваши вопросы. У меня есть еще целых три минуты. Продолжение следует...